Путешествия! Давайте хотя бы в этом году пошём кого-нибудь на землю. Мне были там уже 200 лет. Кто хочет на землю? На Нарвоз. Куда можем послать только 10? Сами решайте. На землю? На Кресто. Эээ, туда могут полететь только 23, сами думайте. Ну, а на землю? Что, никто не хочет? И что же делать? Ну, как всегда, не лететь. Это продолжается уже 200 лет. Хотя бы в этом году хорошо бы туда полететь. А что там делать? Наблюдать за ними, получать информацию, чтобы понять, что мы можем сделать. Ничего не можем. На других планетах нас чему-то учат. И мы учим. Но на земле... Они от нас отстали, но это же не причина. Это опасно. Мы можем отправить туда кого-нибудь в программу отключения от системы и ускорить их. Но мы даже не знаем, на каком они этапе. О, это верно. Про землю нам может рассказать только Азам. Он был там последним. Но он уже 20 лет, как на Арго. Да нет же. Ты что, меня не видела? Я вернулся уже месяц назад. А, привет, Азам. Я тебя не видела. Скажи, на каком этапе они были, когда ты был на земле? Ну, это было так давно. Нас было двое. Отец Милый и я. Мы приземлились во Франции, в Париже. У них началась революция против короля. Это правильно. Они создали республику, но вскоре она изжила себя. И они провозгласили императора. Наполеона, кажется. Они уничтожали людей в этих идиотских войнах. После этого опять вернулись короли. В обществе началась деградация. Потом президенты следовали один за другим. Я на это не мог смотреть. Там было очень тяжело. Да. Жестокие законы, бесконечные войны и убийства. Было ощущение, что им потребуется века, чтобы из этого выйти. К тому же, у них еще были деньги. Перед отъездом мы на всякий случай их спрятали. А что такое деньги? Например, если ты чего-то хочешь, ты не сможешь получить это без денег. Даже еду? Особенно. Но это же необходимость. Мы умрем, если не будем есть. Им плевать. Без денег у тебя нет ничего. И ты думаешь, у них до сих пор есть эти деньги? Думаю, все-таки нет. Когда мы улетали, там как раз начиналась технократическая эпоха. А что это? Ну мы через это проходили примерно 3000 лет назад. Это конкуренция, письменность, производство абсолютно ненужных вещей. Войны, атомная индустрия, разрушение природы, эпидемия неизлечимых болезней. Эй, а моего брата в прошлом году был телепатический сеанс с землей. Да, я видел страну, где женщины закрывали лица и не имели права водить автомобили. Но это невозможно. Думаешь, у них до сих пор автомобили? А что такое автомобиль? А я их там никогда не видел, потому что когда мы там были, их еще не изобрели. Но говорят, что они у нас тоже были в технократическую эпоху. Да-да, мы проходили это по истории. Это такая металлическая коробка. Люди залезали в нее, и она сама двигалась. Люди меньше двигались и сами умирали от инфаркта. При этом миллионы гибли в авариях. Я думаю, за эти 200 лет у них было время избавиться от этих автомобилей. А может быть, и от их системы иерархии? А, их система иерархии – это нечто. Все начальники чего-то, и все воображают себя выше кого-то. Мужчины считают себя лучше женщин, горожане лучше крестьян, взрослые лучше детей, люди лучше животных и растений. А потом еще и раз... Поскольку это большая планета, у них есть несколько континентов. Поэтому разные виды людей появились далеко друг от друга. И поэтому в день, когда они встретились, наиболее деградирующие возомнили себя выше остальных. И была бойня. И теперь дегенераты починили себе все. А нам повезло. Маленькая планета, одна раса, один климат, единый путь развития. Дело не в том, что им не повезло. Они просто никогда не интересовались. Но ведь и мы не можем сказать, что мы сделали что-то особенное, чтобы их заинтересовать. Но они не способны общаться. Наверняка они сейчас играют в игрушки на своем компьютере, вместо того, чтобы развивать мозг. Они используют одну десятую часть мозга. У них мозг с баранью какашко. Но это же не значит, что их надо бросить. Это как салат. Польешь его, вырастет быстрее. Можно еще и удобрить этот салат. Отсоединить кого-нибудь от системы, это их ускорит. Итак, добровольцы. Ну давайте кто-нибудь, у кого есть смелость. Вы знаете, я хочу туда отправиться. Мам, ты с ума сошла? Мила, хочешь лететь? Никуда она не хочет? Да-да-да, я хочу. Мам, мам, ты подумай. Итак, Мила, ты летишь или нет? Нет. Да.